всем привет друзья сегодня я вам расскажу о новом офигенном премиум нам истребители танков 8 уровня amx 10 rcr на данный момент эта машина доступна для покупки только через сайт в составе набора который включает помимо машины еще 30 дней премиум аккаунта и все это дело стоит 2250 в общем-то довольно неплохая цена для него ну и в следующем обновлении то есть в 017 эта машина только без вот этого офигенного камуфляжа будет доступна в ангаре за голду у поставщика чена как вы видите на этот раз никаких дурацких в комплекте кредитов все только по делу только премиум и даже еще и вот тебе хочешь за голдишку в ангаре бери в ангаре не вопрос и это реально машина того стоит но обо всем по порядку эту машину я пробовал еще на птс ки когда я только давали попробовать и я в нее сразу влюбился почему да потому что у нее есть то чего нет ни у одного истребителя танков в этой игре она умеет разворачиваться на месте как гусеничный танк это просто бомба изначально я думал что когда посмотрел на нее думаю как так она поворачивает а колеса не поворачиваются это ну думаю птс как наверное анимацию не добавили но потом добавят но потом как выяснилось на основе на появилась таком же виде я сначала тоже грешил на разрабов но тем не менее потом посмотрев ролики в реале как эта машина ездит оказалось что эта машина ездит отлично без поворачивания колес за счет того что просто ну одна сторона колес блокируется другая крутит но короче за счет этого она может крутиться просто-напросто на месте и мало того что это делает ее уникальной машиной это делает ее очень удобной на месте то она вращается это конечно хорошо но что с остальными характеристиками спросите вы и тут все просто отлично единственным минусом у этой машины который я нашел это время разгона с места но тут у нас действительно все довольно таки печально даже с прокачанным экипажем и всем остальным у меня получилось 47 ну а в стоковом состоянии там еще получается там больше пяти секунд это единственный минус у этой машины в остальном эта машина обладает либо какими-то довольно хорошими ну такими нормальными характеристиками то есть например орудие в базе имеет 554 разового урона и 544 пробиваемость что в общем то но этого хватает у нас прочности достаточно 1941 с оборудованием у нас максималка разгон слабенький но максималка нормальная восемьдесят шесть километров конечно в этом плане тот же кентавр ее будет обгонять но в принципе хватает в остальном начинается все самое интересное у нас есть отличная незаметность для это с командиром она у меня получилось 030 при этом если опять же с командиром у нас есть еще и довольно таки хороший обзор 465 метров при этом орудие отличная удобная она склоняется на 8 градусов прокачанная с оборудованием она точная быстро сводится ну короче говоря у этой машины просто есть все если сравнивать например с истребителем танком на этом же уровне страйкером то я бы конечно предпочтение дал амx да конечно страйкер например по подвижности будет получше но пожалуй это единственное чем ему стоит гордиться амx по габаритам меньше незаметность лучше орудия у них примерно похожие но как я уже говорил о амx а ствол гнется что вниз что вверх просто отлично а у страйкера особенно с поднятием вверх проблемы да конечно у страйкера есть решетки от кумулятивов которые здесь бы тоже не помешали но зато у нас есть довольно интересное бронирование лба то есть если мы тем более попадаем к примеру к ббм ком который на седьмом уровне а так как мы премиумный танк мы к седьмым уровнем будем частенько попадать у ббм ок лоб в лоб с нами будут реально проблемы то есть а ну как правило естественно ббмки стреляют очередью особо не выцеливают и если стрелять просто вот так в лоб в силуэт этой машине на ббм как то у вас ничего не получится вы просто не будете пробивать и только некоторые выстрелы будут заходить если так вдаваться подробности то нлдшка влдшка пушками не пробивается как и маска орудия единственное куда залетают снаряды это в люк мехвода и там под башни могут залететь и там какие то есть еще маленькие маленькие места в самой башни но то есть по большому счету если мы становимся в лоб в лоб с ббм коми то у них при серьезные проблемы с нами для пробития но это еще не все чем эта машина меня порадовала у этой машины доступно четыре ячейки под оборудование и были ну серьезно это одна из немногих машин за последнее время над которым не пришлось довольно долго думать какое мне поставить лучшее оборудование и какого лучше поставить командира вариантов было несколько но я по крайней мере расскажу между которыми вариантами думал я то есть у нас был первый вариант это уйти в незаметности обзор второй вариант это уйти чисто в перезарядку и третий вариант это было уйти все в разовый урон то есть при первом варианте мы ставили бы например с командиром сабрину который давал нам бы и обзор и незаметность и в оборудование ставили бы еще и оптику но остальным оборудованием там точность перезарядку догоняли бы таким образом у нас получалось бы хорошая незаметность 03 и к почти как у ббмки почти 500 метров обзор второй вариант это уйти именно в перезарядку поставить все на перезарядку а командиром например поставить оксану у которой перезарядка и точность плюс поставить ну соответственно все там все 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 оборудование на перезарядку шапку вместо оптики у нас получилось бы там почти 44 с копейками секунды перезарядка а второй вариант это полностью уйти все в разовый урон, командирам тоже поставить эту же, например, Оксану заряды канал ствола, шапку и в итоге мы бы получили 8 с копейками 1000 урона в минуту из этого всего я для себя выбрал нечто среднее, по оборудованию я оставил все на разовый урон, но командирам все-таки я решил поставить Сабрину, Сабрина все-таки улучшит нашу незаметность и даст нам тот самый еще обзор, который в итоге получится у нас 465 и того мы получим хороший разовый урон не лучший, но хороший разовый урон точнее разовый урон у нас получится лучший, ДПМ в минуту чуть будет хуже, если например поставить командирам, например, Оксану но тем не менее, таким образом я получил хороший разовый урон и при этом незаметность с обзором, как по мне это получился такой идеальный гибрид теперь объясню немного поподробнее, почему я все-таки решил остановиться на разовом уроне а не скажем на перезарядке так как у нас есть довольно-таки хорошие изначально кумулятивы мы премиум машина, которая очень часто попадает к седьмым уровням, на которых у нас много мяса в виде визели, БМД, БМП кентавры, лавки, да и восьмидесятки туда же мы довольно часто сможем использовать кумулятивы, которые с этим оборудованием будут давать нам девятьсот разового урона то есть, ну реально, то есть восемьсот плюс довольно, ну довольно часто вылетало и по девятьсот соответственно, ну сами понимаете были у меня, ну часто бои когда я попадаю на седьмой уровне вот десять кумулятивов это минимум, что стоит брать вам советую потому что частенько попадая к седьмым уровням, где большинство седьмых уровней, я просто сразу включая кумулятивы и пошел раздавать при этом, как мы могли заметить у меня и точность осталась в порядке 0.4 и время прицеливания всего 2 секунды ну и перезарядка 4.9 в итоге у меня получилось в общем-то меня такая перезарядка более чем устраивала конечно, как я говорил, если поставить сюда Оксану и пожертвовать незаметностью и обзором то там получилась бы и перезарядка еще и меньше и ДПМ бомбовский но все-таки я решил оставить незаметность иногда незаметность это мне очень помогало при перестрелке с ОБТшками, которые просто меня не видели ну и в конце озвучим цифры и в общем-то стоит ли эта машина в итоге брать или не стоит по истечению 50 боев у меня получилось сделать 5000 среднего урона на ней хотя на самом деле можно было и больше если брать или не брать то тут вообще просто вариантов нет эта машина мне безумно понравилась она офигенная брать 100% у нее нету никаких противопоказаний то есть если, например, Челленджер Фалькон который мне понравился многим людям не понравился и там были вопросы брать его не брать то с этой машиной абсолютно никаких противопоказаний нету она во всех смыслах хороша и подойдет любому игроку ну а на этом у меня все делитесь в комментариях своими впечатлениями о этой машине если вы ее уже приобрели или хотите приобрести не забывайте поставить лайк видосу подписывайтесь на канал чтобы не пропустить вот такие вот видосы в дальнейшем ну и всем спасибо за просмотр всем пока субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...